Буквально в четверг, 19 мая, вышла та самая долгожданная львиная доля игроков легендарная барменша, что стало поводом для Марокки сделать видео руководство по тому, как получить непосредственно кристаллы для обмена их на ее скин. Ах да, вам стоит познакомиться со мной, меня можно называть марионеткой в руках ленивой задницы, той самой Максы Марокки. После небольшого предусловия, наконец-то здравствуйте товарищи и давайте приступим. На самые элементарные способы тратить время не будем, ибо даже новичкам они вполне понятны. Первый способ – это обмен карточек разблокировки персонажей на энное количество времени. Получить их легко можно за внутриигровые события. Для совершения обмена заходим в меню любого купленного или стандартного персонажа игры под рамкой снизу справа, где есть название персонажа и его костюма, нажимаем на триал и выбираем любую карту для обмена. Важно уточнить, если у вас купленный мало персонажей, то лучше не обменивать все, а оставить парочку на один день для выполнения той же самой дедукции персонажа, за которую можно выручать около полторы тысячи фрагментов пазлов. Второй способ – обмен на кристаллы карточек для костюмов на энное количество времени. Получать их легко можно за игровые различные события, такие как, например, проходит сейчас с розовым редким костюмом для механика. Для этого необходимо зайти в меню любого персонажа, на которого у вас есть редкий, то беже голубой или эпический, а тир фиолетового цвета. Нажать на имеющийся костюм из вышеперечисленных и далее нажать на триал. Выбрать любую карту с любым количеством времени и обменять на кристаллы, сколько вам заблагорассудится. Третий способ – это обмен через монеты своей гильдии. Для этого нужно вступить в нее, если вас там до этого не было. Гильдии очень полезны благодаря бонусу плюс 10% на сбор недельного лимита по пазлам, а также в них есть некоторые экклюзивные предметы для обмена, в том числе и необходимые нам фрагменты кристаллов. Чтобы получать много монет, нужно, чтобы у гильдии было как можно больше число активности под конец сезона, который вычисляется из всех участников. Следовательно, желательно искать нужную гильдию из топ-100 списка. А также играть в режим противоборства команд 5 на 5. За этот режим раз в два дня недели можно выручить 60 монет, 15 за каждый матч из трех, с лимитом в один день, в субботу, следом также в воскресенье. Так вот, заходим в магазин гильдии и выбираем исключительно предложение с кристаллами по соотношениям один к одному, 200 за 200, 100 за 100, 50 за 50. Ибо выбирать те же карты на костюмы и последующий обмен их будет невыгоден из-за заниженной цены при обмене на кристаллы. Умнички, те, кто уже по совету Марокки сделал свой выбор и обменял ненужное ради прекрасного скина последних пару месяцев. Четвертый способ – это обмен карт на сезонные ранговые рамки. Для их получения необходимо сыгрывать три матча как минимум в определенное время, когда проходит ранг. Это, к примеру, сейчас летними вечерами с 20 часов ровно до 22 часов ровно. И следующим утром, испытывая удачу, пробовать получить их из ранговой сферы. Процент на их выпадение в пределах от 15 до 20 процентов. Если у вас они есть, то заходим в Менталмап, следом ранг Матчес и снизу, справа кликать на Портрейт Фрейм, ничего не выбирая из рамок, сразу же жать на дистатли Рёдем Шон Коупен. Следующий, пятый способ заключается в покупке за донат выгодных предложений, если у вас на то есть небольшие денежные сбережения. Перечислю самые выгодные вложения ваших денег на эту цель. Первое, оно доступно только на выходных за 28 печатей, 188 фрагментов кристаллов на пару с 188 пазлами. Стоит отметить, что именно этот донат доступен с лимитом в два раза в неделю. Далее во вкладке для новичкой все за 10 печатей, остальные для нашей цели невыгодные. После получения всего входившего в комплект за 10 печатей, также идем и обмениваем, что можно обменять на кристаллы. Последний, шестой способ не для новичков, ибо для его получения необходимо иметь свыше 10 любых легендарных костюмов на аккаунте. Если у вас это условие выполнено, то переходим во вкладку сообщений в игре и на самом верху находим Lady Nightmare. Жмем на ее, далее жмем первое предложение и всего лишь вписываем данные любого вашего интернет-почтового ящика. Заходим на почту после ввода именно ее и подтверждаем письмо от создателей Identity 5. После в игре появляется надпись, что вы уже являетесь участником и уже в игровую почту вам присылают письмо с наградой, где и будут дополнительные кристаллы. В определенные числа каждого месяца вам будут также присылать приятные награды. У Марокки выглядело это слегка иначе, ибо она уже зарегистрировалась там. После возвращения Макса в игру она получила за прошлый сезон около 4500 фрагментов. Выполняя вышеперечисленные способы, за кадром ранее она смогла выручить около 7000 кристаллов и далее благодаря награде за достижение 139 уровня в игре, еще дополнительно 800 кристаллов. Так она и смогла получить относительно быстро и с минимальными денежными вложениями ею полюбившийся костюм на барменшу. По правде говоря, я завидую ей, ведь я тоже хочу красоваться такой красивенькой Легай, поэтому сама после окончания видео повторю эти лазейки и получу ее, поделюсь друзьями видео и вам советую. Если вам понравилось видео и наше старание, то поставьте свои нравки под видео и напишите в комментариях, на какую бы вы хотели увидеть еще тему нашу пламенную коллабу. Большое спасибо вам, что досмотрели до конца. Мирного вам неба над головой и хороших рангов. До скорой встречи!